В республике открылись гериатрические участки. Указ о их создании еще в мае подписал Егор Борисов. По медико-демографической статистике, Якутия входит в десятку регионов России по уровню рождаемости и низкой смертности. Процесс естественного прироста сопровождается и увеличением доли пожилых людей в общей численности населения. Более подробно в материале Александры Охлопковой. Мне нужны данные. Ну это как бы осмотровой. Рост ваш какой? У Марии Семеновны сегодня гости. Проведать ее и заодно провести клинические исследования пришла медсестра в поликлинике. Внимание к старым людям обязательно нужно, конечно. Мы постоянно посещаем поликлинику свою. Почти каждый месяц я бываю у Александра Фанасьевны. По указу главы республики в мае было поручено развернуть сеть гериатрических участков во всех районах республики. В Якутске запущено уже два первых участка из четырех. По сути это новая форма первичной медико-санитарной помощи для людей преклонного возраста. Ну как педиатры будем патронаж на дому активно посетить и год-два раза провести этот скрининг тесты. Ранее специализированная помощь гражданам пожилого возраста оказывалась только в гериатрическом центре. Сейчас такие участки появились в городском медцентре на 202 микрорайоне и поликлинике республиканской больницы номер 3. До данных участков закреплено по 500 человек. Отлично, очень хорошо придумали. Молодцы. Так бы побольше таких врачей. И во всех поликлиниках так было. Врачи гериатрических участков прошли специальное обучение. Им еще помогают медсестры. Поэтому во многих больницах предусмотрели дополнительные рабочие места. У нас с этого года работает еще кабинетный гериатр. Кабинетный гериатр у нас находится в поликлинике по адресу Кальвит-З3. И этот врач, она принимает именно по направлению терапевтов. Создание таких участков в районах начнется с Нерингринского и Мегина-Канглазского района. Для медобслуживания лежащих и малоподвижных пожилых граждан создаются мобильные бригады, которые будут выезжать пациентам на дом. Персонал мобильных бригад оснащается специальным медицинским кейсом с диагностической аппаратурой. Организуем медицинские патронажи пациентов, у которых затруднена способность к самообслуживанию. После этого мы составляем план лечения пациента. По итогам 2016 года ожидаемая продолжительность жизни в Якутии составила чуть больше 70 лет. Одной из ключевых задач демографической политики в Якутии является активное долголетие, чтобы люди старшего поколения были здоровы и вели активную полноценную жизнь. Александра Хлопкова, Сарклана Федорова, Владимир Таюрский, Вячеслав Санников, НВК Сахами, Генокангасский, ЛУС, Якутск.